Дорогие друзья, здравствуйте! 4 мая 2023 года у нас на календаре. Мы начинаем очередной вебинар портала Prian. Сегодня мы будем общаться с экспертами компании Russia's Office International Realty о недвижимости Турции. Причем, если я сейчас нахожусь от Турции относительно далеко, то наши эксперты как раз, что называется, в самом сердце этой замечательной страны. Я с удовольствием представляю своих собеседниц, Ксения Сорокина, руководитель департамента Турции Russian Service International Realty. Ксения, здравствуйте! Всем добрый день, Филипп, добрый день! И Ольга Андреева, специалист департамента Турции компании Russia's Service International Realty. Ольга, здравствуйте! Здорово, только у вас микрофон включите, и все будет совсем хорошо. Добрый день, Ксения, добрый день, Филипп! Все, отлично! Дорогие друзья, мы в такое непростое время, неочевидное время для турецкого рынка недвижимости встречаемся. Понятно, причиной тому президентские выборы, которые состоятся в Турции, первый тур, во всяком случае, 14 мая, соответственно, все находятся в неком ожидании. И мы, собственно, наш разговор о недвижимости Турции начнем, наверное, именно с этих вопросов, таких чуть-чуть политических, может быть. Но, тем не менее, что еще, наверное, сегодня важно сказать, мы постараемся дать определенный срез рынка на данный момент, да, и поговорим и о программе гражданства, и о возможности получения ВНЖ в Турции на данный момент, как это все работает. У нас есть чат, в чате вы можете задавать свои вопросы, контакты наших экспертов Ксении и Ольге сейчас мы в чате опубликуем. И еще один важный момент, у нас есть очень большая, очень подробная презентация, мы сегодня частично будем ей пользоваться, но не в полной мере, и поэтому, кто захочет получить полную презентацию, там очень много всяких важных, полезных деталей, нюансов, вы можете обратиться к Ксении и Ольге, я думаю, что они с удовольствием вам эту презентацию перешлю. Ну что ж, поехали. Ксения, в двух словах, вот вы сейчас в Турции находитесь, вы там сейчас живете, насколько действительно вообще страна погружена в предстоящие выборы, и насколько местный рынок недвижимости живет сейчас с оглядкой на то, что будет происходить в середине мая? Да, действительно, многие наши клиенты также задаются вопросом, стоит ли ждать выборов, подождать ли с покупкой или все-таки приобретать сейчас, и в принципе, что мы видим, как могут повлиять выборы на возможность покупки иностранцев. Действительно, все ждут результатов, и многие наши клиенты тоже, мы слышим, говорят, что подождем, посмотрим, какие будут результаты выборов. Мы не видим того, что отменит покупку для иностранцев, то есть поскольку все-таки внешние инвестиции – это достаточно большой такой класс, большой объем для развития экономики, и тем самым, как мы видим, страна все-таки не готова от них отказываться. Но то, что реально может измениться, это повышение суммы входа для получения гражданства. Были уже изменения в прошлом году, в прошлом июне, когда сумма инвестиций была увеличена на 150 тысяч, когда раньше это было 250 тысяч долларов для покупки недвижимости, для получения паспорта. Сейчас это 400 тысяч, и, конечно, правительство активно обсуждает увеличение этой суммы. Тем самым мы поэтому рекомендуем все-таки, чтобы успеть по текущим условиям, конечно, не медлить с покупкой. Застройщики при этом дают сейчас интересные предложения, хорошие скидки, чтобы все-таки простимулировать также клиентов для покупки. И можно найти действительно интересный вариант с дисконтом до 20% и податься по программе гражданства по текущим условиям. Ну, то есть вы говорите о вариантах, которые даже со скидкой 20% под гражданство попадают, условно говоря. Да, 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 все верно. Было там 500 с небольшим, стало там 400. Да, да, примерно. Были, есть такие проекты уже на готовые варианты, например, было 800 достаточно большая квартира, стало 600, да, что тоже хорошая скидка, интересный вариант. Ну, давайте, раз уж мы тогда заговорили о гражданстве, с него именно и начнем. Мы назвали наш вебинар «Последняя возможность для клиентов из России». Ну, тут, наверное, надо сразу оговориться, что в данном случае мы подразумеваем вот последние возможности. Действительно, за последние полгода несколько сразу возможностей получения паспорта для граждан России по тем или иным причинам перестали существовать. Скажем, черногорская программа вообще закрылась, да, программа «Гренады», которая последняя была из карибских стран, работавшая с россиянами и белорусами с апреля, тоже перестала работать. Соответственно, ну, турецкое гражданство в значительной степени безальтернативное. Но, вот тут важный момент, я тоже позволю себе включить презентацию, задав предварительно вопрос. Как вы видите все-таки основные цели? Хорошо, зачем нужно получать сейчас турецкий паспорт, какие возможности он открывает? Скажем, без виза, с шенгеном нет, да, что есть тогда? Ну, действительно, да, к сожалению, как мы видим, что тенденция получения второго гражданства, иммиграционного статуса, видов на жительство, она, к сожалению, усложняется. То есть, усложняется и в целом, то есть, многие программы закрываются, как вы сказали про Черногорию, но и, естественно, да, за последний год многие программы перестали быть доступными для граждан Российской Федерации. И Турция, да, сейчас это единственный паспорт, который можно оформить для граждан Российской Федерации, и почему его делают наши клиенты, с какими запросами приходят для получения данного паспорта. Это паспорт как запасной аэродром, то есть для тех, кто все-таки хочет избежать токсичность российского паспорта, кто боится, что российский паспорт перестанут выдавать визы Шенгена, визы Великобритании, американские визы, эти визы можно поставить на турецкий паспорт. Соответственно, для тех, кто хотел бы открывать счета или вести бизнес за рубежом, кто не хочет это также делать на российский паспорт, можно открыть счета в банках в других странах, вести, открыть компании также на паспорт Турции. Мы при этом не говорим, что в любом европейском, швейцарском банке на этот паспорт откроют без каких-то вопросов счета. В любом случае клиентам надо будет пройти комплайенс, но при этом те банки, те юрисдикции, кто не хочет быть сейчас связан с гражданами Российской Федерации, турецкий паспорт этот вопрос решает. Более 100 стран без виз, такие как Япония, Сингапур, также с этим паспортом можно въезжать в эти страны. При этом Турция все равно это покупка недвижимости. То есть здесь в отличие от тех же карибских программ мы ничего не дарим, мы покупаем недвижимость. Недвижимость на растущем рынке, которая приносит доход, и здесь это условно говоря как комбинация. Инвестиции в недвижимость и плюс как дополнение это получение гражданства. Да, он, к сожалению, не дает безвизовый въезд в Европу, в Великобританию, но при этом как комбинация, да, инвестиции в недвижимость, паспорт как запасной аэродром, возможность получения все-таки по более простому режиму виз на этот паспорт, это в принципе хорошая интересная история для клиентов. Вы сказали, ну и действительно об этом вам слухи ходят самые разные, по поводу, если не закрытия, об этом действительно говорят уже меньше, то именно удорожание программы. Опять же, мы вынуждены оперировать слухами просто потому, что конкретных цифр нет. Вот просто поделитесь, может быть, если у вас такая, тот слух, который через вас проходит, да, сейчас 400, что будет, о чем говорят. Вы поделитесь своим слухом, я потом, может быть, поделюсь своим. Ну, то, что мы слышали, это 800, но все-таки хочется, чтобы это были уже проверенные данные. Ну, я слышал цифру 650, я слышал цифру миллион, ну, ваши где-то посередине, да. Ну, вот что я точно, ну, опять же, точно, точно, я ничего не могу сказать, никто, наверное, сейчас не может сказать, что это решение от людей глубоко, которые в рынке, вот как у Ксении и Ольга, я слышал информацию, что вне зависимости от итогов выборов программу закрывать не будут, но подъем, он, ну, ваш. Тут можно вспомнить, что какое-то время назад, там, сколько, два года, раз, или три, по-моему, миллион, да, стоил вход в эту программу. Да, но тут тоже хороший момент, что все-таки это не делают в один день, то есть дается какое-то время для клиентов, да, чтобы успеть по текущим условиям. Тем самым мы видели огромный поток клиентов, кто хотел успеть по 250 тысяч, да, ну, и сейчас будет какое-то время для тех, кто хочет успеть по 400. Вот сразу вопрос, я думаю, что мы будем, спасибо вам, что вы их задаете, я думаю, что мы сразу будем от них, от этих вопросов плясать, и, соответственно, о многом успеем поговорить. Вот кто-то говорил, что есть реальные кейсы 8 людей, наша зрительница говорит, они после оплаты ждут турецкого паспорта год-полтора. Какой реальный срок от внесения оплаты за недвижимость до сдачи биометрии? 3-6 месяцев на слайде не слишком ли оптимистичный? Ваш опыт последний. Да, на самом деле, действительно, очень хороший вопрос, и он действительно актуален. Срок, в любом случае, он сейчас дольше, чем это было год назад. На сегодняшний день где-то средние сроки – это 6-9 месяцев. То, что вы говорите год-полтора, это возможно, но тут тоже надо смотреть, да, по ситуации, потому что, возможно, не был готов к ТАПу какие-то документы, что и вот длительное время ждали. В зависимости от проекта, да, по подготовке от застройщика документов, бывает, что действительно сроки увеличиваются. Но полтора года – это какой-то прям очень длительный срок. Все-таки вот у нас клиенты до года обычно в получении гражданства укладываются. Давайте тогда несколько слов. Ну, во-первых, еще разочек напомним про базовые условия. Я, соответственно, включу, ну, Даткада презентации, пожалуйста. Думаю, что большинство не знает, но все-таки напомним, что есть сейчас. Да, что касается условий. На сегодняшний день – это покупка недвижимости от 400 тысяч долларов. В Турции очень важно, чтобы это была именно кадастровая стоимость. То есть, если по другим программам всегда мы использовали сумму в договоре купли-продажи, то, что касается получения гражданства Турции, это именно кадастровая стоимость. Также есть опция – это депозит в банке 500 тысяч долларов, но тут наши клиенты его не выбирают, потому что, если недвижимость мы через три года можем продать, опять же, в валюте доллар или если мы берем курортную недвижимость евро, то возврат банковского депозита осуществляется в лирах. С учетом того, что все-таки турецкая лира – это не самая стабильная валюта, наши клиенты эту опцию не выбирают. Это вы комплиментарно сказали про не самую стабильную, хотя в последние месяцы ситуация вроде немножко получше. Ну да, немного стабилизировалась, но в любом случае. Давайте тогда несколько слов про этот кадр. Я еще раз хочу повторить. Ужараемые зрители, вы можете написать Ксении и Ольге напрямую. Презентация очень большая, не все слайды мы сможем осветить подробно, но с удовольствием, там просто есть инструкции полезные, они вам, я думаю, эту презентацию пришлют. Несколько слов по поводу алгоритма получения в текущих условиях, как это все работает. Да, в первую очередь нам, конечно же, нужно выбрать объект недвижимости. В Турции можно сделку купли-продажи провести дистанционно, нет необходимости ехать, но при этом, если вы планируете поездку, наши коллеги всегда встретят вас, покажут все объекты, составят инвестиционный план по получению доходности. То есть все это в комплексе мы с нашей командой сопровождаем. Да, мы также проводим обязательно юридическую проверку застройщика, объекта недвижимости, проверяем его как раз кадастровую стоимость, что очень важно для получения паспорта. Да, после проведения сделки, соответственно, готовятся все необходимые документы, получается ТАПУ, сертификат соответствия, и наши юристы подают ваш кейс на получение гражданства. Да, соответственно, подача также проходит дистанционно, сроки ожидания, да, на сегодняшний день это где-то 6-9 месяцев, выходит одобрение, к счастью, по Турции у нас не было ни одного отказа. И, соответственно, далее клиенту требуется поездка для сдачи биометрических данных. То есть создается биометрия, и через неделю выходит карточка ID, то есть это как местный паспорт, и где-то через 2-3 недели выходит загранпаспорт, как раз на который вы можете уже ставить визы, да, с которым вы можете уже путешествовать. И паспорта и карточки также это все можно получить дистанционно в любой точке мира, тут также поездка не требуется. То есть обязательная поездка для получения гражданства – это одна поездка на 2-3 дня. Сразу несколько вопросов. Действительно, сейчас есть некая путаница, потому что много об этом писали, когда говорят о кадастровой стоимости, мы чуть подробнее об этом через пару минут поговорим, но все-таки вот кадастровая стоимость или стоимость по независимой оценке, вот понятно, здесь такой целый ворох вопросов. Все-таки сколько и по чьему мнению должна стоить недвижимость, чтобы она подпадала под гражданство? Под гражданство – это именно кадастровая стоимость, то есть независимая оценка, она вообще никак не влияет именно на получение паспорта. Обязательно выходит этот сертификат соответствия, который выходит на основе как раз кадастров, с помощью, с которым мы уже подаем кейс на получение паспорта. И еще раз вопрос. Вы сказали, что не обязательно ехать в Турцию, недвижимость можно купить онлайн. Где оформляется доверенность на юристов, доверенность на совершение сделки от имени клиента и подготовку документов до паспорта? Да, если клиенты не хотят ехать, то это можно оформить эту доверенность в консульстве Турции. У нас многие клиенты делали такую доверенность в Москве, и тем самым после этого им уже поездка не требовалась. Конечно, если вы едете смотреть объект, то эту доверенность мы делаем в Турции, это немножко ускоряет процедуру, но при этом и в Москве это также можно сделать. Еще один популярный вопрос, следующего характера. С декабря прошлого года очень активно много говорили и сами грешны на приянии о грядущих изменениях, но как это часто бывает, вроде как анонсировалось одно с начала года изменения, а потом какие-то произошли, какие-то не произошли. Что реально за последние 2-3 месяца стало сложнее или что-то изменилось в нюансах оформления гражданства, в правилах оформления гражданства? То, что вы фиксируете, если мы берем опять же период с начала 2023 года? На самом деле из того, что изменилось, это увеличились сроки. То есть стало дольше, действительно поток заявок, он достаточно большой и, к сожалению, иммиграционные службы увеличивают сроки, поскольку сотрудников сильно больше не становится, а заявок стало достаточно много. Но говорили еще, насколько я помню, о изменениях, что там, скажем, один заявитель, два заявителя не могут купить один объект стоимостью, там, условно говоря, миллион, вот это вот изменение. Да, да, тут тоже про это мы также можем сказать, что сейчас один инвестор, он может купить несколько лотов под программу получения гражданства, но при этом, да, именно что два клиента купили большой объект, и это было два кейса под гражданство, такое сейчас, к сожалению, невозможно. Вопрос еще один. Как понять кадастровую стоимость строящегося объекта, как это происходит на практике? Да, что касается кадастровой стоимости строящегося объекта, то тут под программу гражданства могут попадать только те объекты, у которых уже есть ТАПУ. То есть есть застройщики, которые уже на этапе строительства смогли получить ТАПУ, и тем самым тогда мы можем уже знать его кадастровую стоимость, потому что объекты на этапе строительства, они также проходят под программу получения гражданства. Окей. Ну и в продолжении вашего ответа на вопрос о посещении консульства Турции, насколько сложно, насколько дорого сейчас вообще туда попасть, опять же, по вашей практике последних месяцев, и как вы в данном случае, ваша компания помогает, возможно, как-то ускорить этот процесс? Да, для наших клиентов мы организовываем запись в консульство, и средние сроки ожидания это где-то около двух-трех недель. А мы полностью сопровождаем всю процедуру похода в консульство. У нас есть наш переводчик, который также весь этот процесс весь курирует. Насколько считается, опять же, по сравнению, например, с программой Черногория, уж тем более по сравнению с программами карибских стран, вот проверки турецкие, они, условно говоря, требования граждан с турецкой программы к потенциальным участникам, они, в общем, мягче. Ваши ощущения, и если возникают какие-то трудности, шероховатости, вопросы, что это такое, и, по-моему, надо же слайд на этот счет. Да, Турция действительно это самая лояльная, наверное, с точки зрения комплайенса страна для получения второго паспорта. В любом случае мы все равно делаем проверку наших клиентов по скану заграничного паспорта, чтобы минимизировать риски. То есть в любом случае мы все-таки рекомендуем, чтобы у клиента была чистая справка об отсутствии судимости и подтвержденный источник дохода. Смотрим на это достаточно базово, потому что Турция глобально это не проверяет. Но в любом случае, чтобы вдруг, если какие-то вот такие ужесточения по проверке будут, чтобы все равно клиент смог пройти такую проверку. Но глобально, да, если, то есть, Карибские программы и Черногория, они очень строго смотрели и по справке об отсутствии судимости, и по источнику происхождения средств, то Турция здесь намного лояльнее. – Сразу пошло вопросов от зрителей, наверное, замечательно, больше, чем от меня, поэтому я давайте уж в первую очередь буду спрашивать то, что интересует наших зрителей. Итак, могут ли возникнуть проблемы, когда застройщик продает по стоимости ниже кадастровой? – Так, еще раз не очень поняла вопрос. – Могут ли возникнуть проблемы, когда застройщик продает недвижимость ниже, чем кадастровая стоимость? – Ну, тут в любом случае мы всегда делаем проверку, да, то есть, какая стоимость у объекта. Бывает такое, да, вот сейчас, может быть, Оля нам более тогда детально расскажет по курортной недвижимости, но, например, в Стамбуле чаще всего по тем объектам, с которыми мы работаем, которые мы проверили, там стоимость практически на 100% соответствует кадастровой. Это что касается Стамбула, поэтому именно Стамбул чаще всего выбирают под паспорт, да, потому что тут практически стопроцентное соответствие. – Ольга, еще пару вопросов я таких общих задам, и потом к вам обязательно, ну, вы уже начали немножко скучать, но еще буквально пару вопросов Ксении. Общий немножечко вопрос, но, возможно, вы просто обратите на что-то внимание, особенности получения гражданства по вторичной недвижимости. А что там смотреть, обращать внимание и так далее? – Здесь что важно, чтобы продавец был гражданином Турции, то есть чтобы у вас продажа шла, условно, от турка, да, не от иностранца, и также это соответствие кадастров. То есть тут добавляется еще один нюанс, чтобы продавал вам турецкий гражданин. – И еще тогда вопрос, он, наверное, тоже возвращает нас к истории начала 2023 года, когда некоторые правила получения гражданства то ли серьезно изменились, то ли несерьезно, то ли вообще не изменились. То есть если несколько объектов покупаешь, могут ли быть разные локации, разные назначения, покупаешь и один коммерческий, и другой жилой. Какие здесь по практике сейчас есть ограничения? – Да, это могут быть и разные локации. Главное, чтобы у нас была полная сумма как раз вот в кадастре, чтобы эти несколько покупок, они были, соответственно, собраны под данную сумму. Но тоже вот мы сталкивались, у нас есть клиенты, вот в частности, как раз последний кейс у Ольги, что клиент уже купил на 250 тысяч, сейчас как раз ему надо 100 тысяч добрать для уже подачи на гражданство. Он смотрит другие объекты, правда, вот данный кейс, да, они смотрят в этом же регионе, и как раз добирают сейчас на ту сумму для подачи на гражданство. Но тут тоже важно отметить, опять же, поскольку мы все-таки обсуждаем изменения по программе, не затягивать с этим, то есть не думать, что сейчас можно купить на 200 тысяч, через год куплю еще на 200. То есть если программа условий изменится, увеличится сумма, то докупать надо будет до той суммы, да, естественно, по тем условиям, когда уже эта программа действует, да, и когда вы подаете заявку на гражданство. Ольга, вы сейчас, Ксения, вы находитесь в Бодруме, Ольга, вы находитесь, как я понимаю, сейчас в Анталии, да, соответственно, как раз... Да, Филипп, в Анталии. Анталийский, наверное, более вопрос все-таки про различие кадастровых и реальных цен в разных районах Турции и насколько в случае подачи на гражданство, если конечная цель гражданства, покупка в той же Анталии – это критично. То есть какие здесь есть трудности? Конечно, есть разница в кадастре и на побережье, но также в основном застройщики здесь показывают 30, максимум 60%, если мы говорим о застройщиках. Поэтому, конечно, нужно вот этот момент учитывать. То есть, простите, 30-60% от реальной цены сделки? Да, минимум 30, а максимум 60-70, вот один застройщик, да, 70% показывает. То есть это надо учитывать при сделке, что нужно покупать либо 2, 3, 4 объекта. Вот если застройщик показывает 30%, то там примерно нужно купить на сумму 900 тысяч, чтобы те самые 400 были в кадастре необходимые. С точки зрения подачи документов проблем никакой нет. Просто клиент покупает на сумму необходимую для кадастре. Вот, но есть еще вторичные объекты, если они подходят по всем критериям для покупки, чтобы в цепочке собственников не было иностранных лиц, да, чтобы гражданин Турции владел последние годы недвижимостью, то есть объекты за 450, которые, в принципе, так же могут подходить. Но это редко. Это редко. Ксения, по Стамбулу, если мы говорим, ну, считается, что там-то как раз кадастр и реальная цена, они в общем... Да, да, что по Стамбулу это практически стопроцентное совпадение, то есть в среднем это где-то 90%. Мы берем все равно небольшой, да, разрыв, хотя бы 1010 долларов, чтобы не было точно никаких рисков под подачей на гражданство. Ну, давайте, значит, у нас еще прилетело большое количество вопросов. Друзья, обязательно постараемся ответить на все. Если вдруг на какие-то не ответим, к концу недели мы опубликуем... Ну, к концу этой, может быть, в начале следующей недели, сейчас праздники, выходные. Опубликуем статью с ответами на все вопросы, которые к нам пришли в рамках нашего вебинара. Так, вопрос. Для подтверждения источника доходов. Достаточно ли справки из банка о снятии своих средств с депозита? Или нужны непременно суммы из налоговой? Да, по Турции этого достаточно. Промежуточным этапом во время ожидания паспорта является получение ВНЖ-инвестора. Какие преимущества он дает? С этим ВНЖ вы можете уже находиться на территории Турции. То есть это больше все-таки для тех, кто, например, планирует более длительно проживать там, то с данным ВНЖ непосредственно вы можете уже там находиться. Если процесс подачи на гражданство начат, но процесс затягивается, например, все еще не выдан Confirmity сертификат, и далее условия программы изменятся, будут ли к начатому процессу применены старые правила? Или процесс заявки на гражданство инициируется только после получения ВНЖ? Да, тоже очень хороший вопрос. Соответственно, нам надо подать заявку на гражданство, и тогда уже вы попадаете под текущие условия. То есть также у нас, например, было по программе 250 тысяч, когда клиенты тоже пытались успеть, что мы запускали процесс, прикладывали договор купли-продажи, и можно было тогда ждать как раз сертификат соответствия. Максимально тоже быстро мы ускоряли все процедуры для получения этого сертификата, чтобы успеть по текущим условиям. Есть вопрос от Екатерины по виду нажительства. Я, соответственно, чуть позже обязательно про вид нажительства поговорим. Есть еще вопрос, гражданство можно получить только с учетом инвестиций. Такой неожиданный вопрос, но это, по всей видимости, вопрос есть, задаю, да, гражданство может быть только с учетом инвестиций. Ну, формально можно еще там по замужеству, наверное. Ну, да, любые источники по натурализации, они, в принципе, тоже в Турции есть. Ну, вот как раз с языка наша активная зрительница сняла следующий вопрос про подбор объектов под гражданство. Если, ну, все-таки 400 тысяч сумма очень приличная, поскольку в случае с приморскими районами, как сказала Ольга, она еще и существенно выше правила должна быть, вот написала тоже одна из наших зрительниц, что есть застройщики с более высоким катастрофом. Ну, слава богу, до 85%, все равно не 100%. Так вот, если мы говорим про подбор все-таки с какой-то инвестиционной перспективой, пусть не заработать, но, по крайней мере, в очевидном смысле не потерять, какие, что бы вы здесь порекомендовали, как действовать в общем-то? Тут, на самом деле, достаточно долго можно про это говорить, и тоже все-таки в зависимости от цели и задач клиента. Рассматривает ли он эту инвестицию только для сдачи в аренду? Приоритетный тип сдачи в аренду? Или это долгосрочная, или это краткосрочная аренда? Конечно, многие наши клиенты выбирают Стамбул, да, поскольку это все-таки столица, там нет никакой сезонности, активно развивающийся рынок. Стамбул на сегодняшний день в любом случае – это как такая точка пересечения Запада и Востока. Очень многие компании туда релацируются, огромный спрос на аренду недвижимости, да, и тем самым многие наши клиенты предпочитают именно Стамбул. Есть проекты под отельным управлением, где отельный оператор управляет вашей недвижимостью, сдает ее в аренду. Предложение с гарантированной доходностью. Тут достаточно много районов, которые интересны с точки зрения инвестиций, поскольку есть районы, где строятся бизнес-центры, да, такие достаточно крупные, то есть тем самым мы там сможем сдавать недвижимость в долгосрочную аренду. Кто-то берет все-таки не так далеко от старого центра, где также мы можем сдавать в краткосрочную аренду. Достаточно большой выбор объектов, они все разные, все объекты сейчас строятся со своей инфраструктурой, с тренажерным залом, с паркингом, то есть что тоже многие наши клиенты, например, сдают краткосрочную аренду и при этом сами в этих объектах достаточно часто останавливаются. Кто летает в Европу, да, для ведения бизнеса достаточно часто, ну, то есть такая точка пересечения. Но и при этом очень многие наши клиенты также сейчас смотрят на недвижимость около моря. Да, здесь, соответственно, многие проводят там достаточное количество времени, хотят летом там отдыхать, возможно, семью релацировать. И тут тоже, наверное, будет корректно, если Ольга расскажет, как вы сами выбирали объект под аренду, да, поскольку вы сейчас снимаете жилье, с какими нюансами вы столкнулись, и тем самым тоже мы ответим на ваш вопрос, почему также курортная недвижимость, она интересна для инвестиций. Да, Ольга, тогда вам слово о вообще инвестиционной составляющей недвижимости на курортах в текущих условиях. Сейчас очень многие, кто приезжают, естественно, покупают тут недвижимость. Очень много людей, кто переезжает в Турцию. В основном, конечно, это разные локации, тут много прекрасных мест. Если мы говорим про покупку, то основные районы, которые выбирают клиенты, это районы Каня-Алты, Лара. И сейчас новый район, который активно застраивается, новыми современными комплексами района Алтентар. Он близко, в трех километрах находится от района Лары. То есть, в принципе, один из престижных районов Анталии. В основном клиенты инвестируют и покупают недвижимость там. И в аренду также предпочитают снимать тоже в этих же районах. Но кроме Алтентар. Потому что, еще раз повторюсь, Алтентар, он только активно застраивается. Абсолютно новые пока эти районы. В двух словах вообще, Ольга, как сейчас по вашим ощущениям, потому что есть официальные цифры, а есть ощущение чек, который работает на месте. Как сейчас меняются цены и насколько принципиально отличие и про покупку, и про аренду тех районов, которые открыты для получения ВНЖ, и те, которые для ВНЖ не открыты? Ну, в основном те районы, которые для ВНЖ не открыты, конечно, сейчас спросом не пользуются. Покупают чаще всего там клиенты, которые уже имеют дома, или любую недвижимость на побережье на этом много лет. И они понимают прекрасно, что когда районы отстроят, там недвижимость, естественно, в цене сразу выросла. Ну, а в целом, отвечая на ваш вопрос, конечно, на рост цен есть, потому что большой спрос. Но сейчас вроде бы чуть-чуть цены приостановились, так скажем. Все ждут выборов. Думают, что после выборов что-то будет кому-то более понятно. Но на самом деле мы на месте понимаем, что это только будет рост цен. То есть после выборов. Небольшой комментарий еще хотела дать тоже про закрытые районы. Все-таки, да, если там клиенты рассматривают недвижимость только для инвестиций. То есть те, кто не рассматривает получение ВНЖ, или опять же рассматривает под гражданство. Закрытые районы действительно могут быть интересными также для сдачи в краткосрочную аренду. То есть в любом случае это центральная локация, да, со всей инфраструктурой. И для туристов под краткосрочную аренду это действительно отличный, интересный вариант. И важно отметить тоже, что если район закрыт для получения ВНЖ, это не связано с закрытым для получения гражданства. Все верно, да, Ксения. Вот этот очень важный момент. Часто клиенты, да, вот, задают этот вопрос. И тут надо разбираться, конечно, и понимать, что для получения гражданства эти районы подходят. Еще обращусь к вопросам наших зрителей. Что в Стамбуле проще сдать? 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1? Конечно, 1 плюс 1 и 2 плюс 1 это самые популярные варианты. Если вы приобретаете недвижимость для инвестиций, ну, все-таки мы не рекомендуем брать очень большие лоты, поскольку в любом случае, да, тем дешевле объект. Не во всех районах, конечно, да, актуальна односпальная квартира, то есть где-то все-таки 2 спальни – это тоже такой оптимальный лот. Но совсем большие все-таки наши клиенты берут с учетом, что они сами будут там оставаться. Сдать, возможно, да, тоже спрос все равно и на большие квартиры, он высокий, но для последующей реализации все-таки, наверное, лучше купить несколько, чуть поменьше вариант. Сугубо такой бизнес-вопрос, но он, наверное, важен для зрителя. Может ли вы помочь с уже идущими процессами? Например, недвижимость приобретена, процесс начнет, но буксует, подключится, помочь его ускорить. Да, тоже хороший вопрос. Напишите нам, пожалуйста, на почту, посмотрим, какая ситуация. И да, я думаю, что наши юристы, конечно, с удовольствием вам помогут. Самое время, я думаю, опубликовать контакты с компанией Russian Service International Realty, с Ольгой, Ксенией. Так, вот вопрос, я часто его сам себе задавал, что-то в эфире как-то не доводилось. Вот сейчас Игорь задает его. Если квартиру купил гражданин, скажем, России, потом получил гражданство Турции по другой недвижимости, можно ли у него купить объект и получить гражданство? Формально в этом случае ты покупаешь гражданина Турции уже. Ну, смотрите, первый объект, который был куплен под паспорт, он куплен все равно на гражданин Российской Федерации. Если он уже получил паспорт и потом купил недвижимость уже как гражданин Турции, ну, конечно, может. Окей. И еще один вопрос, касающийся Мерсина. Полгода назад считалось, что он, интересно, долгосрочный, то есть не перепродан. Во-первых, занимаетесь ли вы Мерсином или Мерсином? Я специально смотрел, два разных варианта есть, вроде как оба верные. Насколько он перепродан, не перепродан? Какая сейчас ситуация, если вы в этом регионе работаете? Ну, на самом деле, эта локация не настолько популярна среди наших клиентов. Все-таки наши клиенты больше выбирают регион Алани-Анталия или Бодру, если мы говорим о курортной недвижимости. В Мерсине все-таки не настолько еще развита инфраструктура, там более высокая сейсмическая неустойчивость. Поэтому все-таки наши клиенты выбирают другие локации. Понятно. Давайте теперь посмотрим следующим образом. Во-первых, обещали поговорить о ВНЖ, давайте о ВНЖ, а потом посмотрим, у нас есть еще видео одно довольно интересное, и поговорим о конкретных объектах. По ВНЖ переходим дальше. Несколько слов о базовых правилах и о том, как все это работает на практике. К слову, Ольга, последний ВНЖ, который вы выдавали, получали с клиентом, когда это было? Неделю, две, три месяц? Ну, на этой неделе у нас клиентка получила ВНЖ. По покупке, очень там все быстро, просто, по приобретению недвижимости, как правило, ВНЖ инвестора выдает уже клиентам в течение где-то, ну, через месяц, вот так вот, лучше, так сказать, обозначить стройки. Надо, кстати, отключаться пальцем, и клиент получает карточку в течение там нескольких недель. То есть это достаточно быстрая процедура. Не называя имен, а в каком районе был куплен объект? Да, это касательно еще, правильно, вот, Филипп, вы уточнили, что тут очень важно понимать еще районы и города. То есть это про Анталию мы говорим, про Анталийское побережье. Район Анталия. А, просто в Анталии, в открытом районе, условно говоря, да? В Анталии, да, в открытом районе. Конечно, в Стамбуле этот процесс может дольше быть, потому что, ну, зависит от местных органов, да, вот, которые выдают разрешение. От загруженности. Окей. То есть, понятно, как пули эти сроки могут быть увеличены. Ваш взгляд на то, что сейчас происходит с выдачей ВНЖ, я не знаю, занимаетесь ли вы арендной историей. У меня, к сожалению, вот, и среди моих друзей, знакомых, успешный арендный кейс был в январе, в Стамбуле, кстати, как раз. Но сейчас у меня просто, ну, не так много близких людей, с которыми общаюсь, что-то получали. По аренде, да, сейчас практически не выдают. Они изменили политику, причем, ну, это неофициально, не афишируется, естественно, то есть на официальном уровне. Но внутри, я думаю, какие-то, видимо, есть договоренности, потому что по аренде практически 80-90% подсказок, это начиная вот с Нового года, по многим регионам. Мы говорим сейчас не только о Ганталии, об этом предприятии, а в целом вот и. Речь идет в том числе и о продлениях или с продлениями проще? В том числе и о продлениях, то есть люди, которые арендовали, там, 5 лет, да, и проблем нет с семьей, были отказы. Окей. Давайте я сейчас тогда еще, значит, ну, про ВНЖ. Кроме того, был вопрос, сейчас я его найду, одну секундочку. А, Ксения, ну, просто базовый вопрос по цифрам, которые есть сейчас, что нужно иметь в виду? Простите, не услышала. По вопросу, по дополнительным расходам. Ну, давайте, нет, сейчас первый вопрос все-таки про ВНЖ Турции, все-таки многие не до конца тоже этого понимают, про Дрэнслайт, минимальная стоимость объекта, неудивность, ведь, собственно, туристические ВНЖ ты можешь получить вообще за любую покупку, да? Чем отличается вот эта история из 75 тысяч? Да, 75 тысяч, соответственно, это, да, сумма инвестиций в крупных городах и регионах для получения вида нажительства. Да, соответственно, в малонаселенных локациях, сейчас эта сумма 50 тысяч долларов, в крупных она была увеличена до 75. Так, сейчас я найду вопрос. Вот, вот ВНЖ с дальнейшим получением гражданства, тоже должен быть один объект, один заявитель, или супруги могут купить один объект на двоих? Смотрите, что касается вида нажительства, который идет перед получением гражданства, то в основном он оформляется только на основного заявителя, и, соответственно, здесь идут все правила покупки под гражданство. То есть при покупке на 400 тысяч долларов, да, первым этапом это оформление вида нажительства идет. На практике у нас клиенты оформляют только на основного заявителя, но если инвесторы хотят там проживать, пока ждут паспорт, то это также при покупке одного объекта можно оформить этот вид нажительства на всю семью. Ну и вопрос по дополнительным расходам на сделку. Я как раз открою этот слайд. Ваш взгляд на этот вопрос? Что касается дополнительных расходов при покупке недвижимости, то у нас обязательный расход это 4% налог на переход права собственности, да, 1% это НДС при покупке, и еще есть также небольшие расходы, это страховка недвижимости, это переход, переоформление счетчиков на нового собственника, и расходы на получение гражданства, это в среднем 10 тысяч долларов на кейс. В зависимости от состава семьи, немного сумма может быть увеличена, но средняя цена это 10 тысяч долларов. Окей. Давайте тогда поступим сейчас следующим образом. Перед тем, как перейти, ну понятно, что объектов очень много, мы все, собственно, и показывать сейчас не планировали, собственно, не в этом была задача нашего вебинара. Я попрошу показать один ролик, он интересен, ну, во-первых, там будет показывать конкретный проект, а с другой стороны, насколько я понимаю, это пример вашей работы с удаленными сделками. Да, здесь тоже важно отметить, что действительно в Турции достаточно большое количество объектов, и многие наши клиенты все-таки выбирают дистанционную покупку. Тем самым, да, мы для наших клиентов всегда сможем съездить на локацию. Если объект готов, естественно, зайти в квартиру, снять видео. Здесь также вот представлены тоже ролики, что достаточно много таких объектов, которые со своей территории, со всей инфраструктуры на территории. Да, такие вот клубные варианты, их тоже очень многие наши клиенты выбирают при покупке недвижимости в Стамбуле. Да, и, соответственно, опять же, что также очень важно, что для выбора объекта мы также для наших клиентов делаем видео, делаем полный обзор территории. То есть что вокруг, где станции метро, где школы, для кого это лучше сдаваться. То есть вот такие объекты, они, например, больше все-таки для семьи с детьми, поскольку рядом достаточно большое количество школ, спортивных учреждений. Да, внутри есть где погулять с детьми. Кто-то выбирает, например, такие проекты, как башни рядом с офисами. То есть это, конечно, больше для экспатов, для сотрудников компаний. Кто хочет жить рядом с работой, рядом с офисом. Также в проектах таких обычно есть вся инфраструктура на территории. Ну, условно, такой, как город в городе. Разные абсолютно форматы. В Стамбуле достаточно большое количество проектов. По такому же типу мы работаем и в курортных локациях. Делаем обязательно для наших клиентов расчет по доходности. Где-то, как я уже говорила, есть проект с гарантированной доходностью. Такие проекты очень любят также наши клиенты, поскольку, да, мы уже независимо от того, сдана квартира или нет, все равно эту сумму доходности инвестор-клиент получают. А кто рассматривает недвижимость для собственного проживания? Ну, тут, конечно, все-таки мы считаем, что надо уже приезжать на объект, обязательно смотреть, смотреть, подходит ли вам эта локация, что нужно рядом. Да, кто переезжает с детьми, они, конечно, сейчас ищут международные школы, чтобы были поблизости. Поэтому, в принципе, для каждого покупателя Турция предложит оптимальный вариант. Вы сказали о проектах с гарантированной доходностью. Ну, тогда, Ольга, наверное, отдельный вопрос к вам, отдельное ксения к вам. Если мы не берем, ну, такие совсем фантастические и самые-самые приятные истории, на что сейчас можно рассчитывать при выборе, ваша оценка при выборе нормального, такого среднестатистического объекта, рассмотрим первоначальный вариант под гражданство, то есть, соответственно, ты уже берешь что-то не дешевое и хочешь на нем, ну, что-то зарабатывать. Что это такое, какие цифры? Смотрите, если говорить о долгосрочной аренде, да, и если мы, опять же, говорим под инвестицию, именно под сдачу в аренду, то есть не купить на начальном этапе и потом перепродать, а именно доходность от сдачи в аренду, то под долгосрочные, наверное, реальные цифры, о которых мы можем говорить, это около 5%. По краткосрочной, конечно, тут цифры выше, это где-то около 8% по Стамбулу. Вы имеете в виду уже чистую? Да, да, уже чистую доходность. А несколько вот проекты с гарантированной доходностью, может быть, я просто не услышал, они сколько... 5% и на 3 года, на 5, на 7... 2-3 года в среднем, нет, 5 уже таких проектов практически нет. А в принципе тоже, на самом деле, с учетом того, как растет все-таки спрос на аренду, больше это все-таки как подушка безопасности, то есть очевидно, что реально застройщики получают большую цифру, да, но при этом гарантированная доходность, ее тоже все равно любят, потому что мы исключаем какие-то риски. Окей, Ольга, с учетом того, что, ну, ВНЖ через аренду уже не вариант, да, но практически по всей Турции, что можно говорить о проектах в... Опс, только хотелось бы спросить, а она куда-то отключилась. Ну, наверное, подключится. Тогда, Ксения, наверное, у вас тут тот же вопрос. Что можно говорить о пляжных проектах, в проектах, насколько сейчас туда имеет смысл идти? Просто понятно, сезон сезоном, но вот под ВНЖ такой проект мне уже не интересен. Соответственно, и какие там могут быть цифры, опять же, относительно стамбульских? Что касается долгосрочной аренды, опять же, курортные локации, здесь тоже такой нюанс, что спроса очень много, он очень высокий, но при этом не так много предложений. То есть, в Стамбуле все-таки предложений чуть больше. А в курортной недвижимости мы по долгосрочной аренде можем также говорить где-то на 5-6% рассчитывать на такую цифру по доходности, и по короткосрочной, в принципе, около 10% в прошлом году такие цифры недвижимости показывали. Окей. Опять же, возвращаемся к вопросам. При покупке объекта типа дом с землей для ВНЖ 75 тысячи, земля входит в стоимость или будет считаться только дом? Ну, обычно при покупке все-таки, да, именно целого объекта, целого дома, он продается землей, и чаще всего это общая стоимость, да, которая входит. Рынки краткосрочной аренды, отели, R&B и долгосрочной аренды, как они устроены в смысле валюты, в которой ты получаешь доход? Это всегда доллары, евро или где-то есть лиры? Бывают такие проекты, где это лиры, но мы все-таки чаще рекомендуем клиентам выбирать те проекты, которые приносят доход валюте. В любом случае доход доллара и евро, он, очевидно, более стабилен, и чтобы минимизировать риски, мы считаем, что этот вариант, он оптимальный. И какой процент от дохода, какая комиссия будет за управление в случае отеля, в случае квартиры, как ее оценить? Смотрите, по налогам здесь это все-таки такой более индивидуальный вопрос, надо смотреть по сумме дохода, он в Турции прогрессивная налоговая ставка, поэтому в зависимости от суммы, в зависимости от типа получения дохода. То есть тут Турция, она все-таки тоже более гибкая, и можно рассматривать разные варианты. Комиссия за управление, если это долгосрочная аренда, то в среднем управляющая компания берет месяц от арендной платы, если это короткосрочная, то это 30%. Это, в принципе, общемировая практика, и Турция также по ней работает. Окей. Занимаетесь ли вы перепродажей квартир клиентов-инвесторов? Да, да, мы берем объекты на перепродажу, и у нас достаточно много клиентов. Кстати, тут по большей части это курортные проекты, где клиенты наши приобретали недвижимость только для инвестиций, кто не был привязан к получению того или иного статуса, и уже перепродали. Окей. Если есть паспорта у родителей, а у детей 25 лет, паспортов нет, есть ли какой-то способ? Ну, что касается гражданства, то тут, к сожалению, это новая отдельная заявка, но при этом дети могут получить вид на жительство, да, если у вас там есть недвижимость, а вы их прописали в этот объект недвижимости, они могут получить ВНЖ. Окей. И давайте перед тем, как мы все-таки перейдем к объектам, я надеюсь, что и Ольга к нам все-таки присоединится, что-то у нее, видимо, со связью случилось. Вопрос, связанный с оплатой, с переводом средств. Как это сейчас происходит? Какие варианты и возможности здесь есть? Я понимаю, что не обо всем можно рассказать в прямом эфире на вебинаре, но о том, о чем можно говорить. Турция – дружественная страна, из банков, которые не под санкциями, проходят переводы. До сих пор проходят, да. Просто, ну, опять же, мы слышали, что месяц, где-то там, примерно месяц назад, например, долларовые проходили очень тяжело. Или практически… Смотрите, тут тоже в зависимости от банка где-то можно с евровый счет. У застройщиков есть и счет евро, доллар, лиры, то есть глобально, даже если мы покупаем в Стамбуле долларов, то мы можем перевести застройщику, сконвертировав евро. В зависимости от банка. Все индивидуально. Но проглатежи проходят. У банков сейчас более строгий комплайн с точки зрения предоставления пакета документов. Мы, в принципе, уже это все знаем. И для банков полный пакет документов для перевода готовим. Конечно, стало строже, стало сложнее. Но при этом, да, Турция, поскольку все-таки дружественная страна, здесь это максимально просто. Мы для наших клиентов можем посоветовать банки, да, оптимальные для перевода. Я правильно услышал вас, но обычно, знаете, мы так говорим, на слово Райфайзен все так активно молятся. Я так понимаю, что кроме него вы можете еще назвать несколько, но не знаю, здесь, не здесь, как вам удобно. То есть вы работаете, у вас есть примеры последних месяцев не только с них. Да, Локобанк мы активно также работаем, БКС еще осуществляет переводы, ну, как примеры, да, вот такие даже базовые. Райфайзен пока еще переводят, но тут тоже не секрет, что слухи ходят печальные для наших клиентов с точки зрения Райфайзен банка. Но при этом достаточно много не таких крупных банков, которые не попали под санкции, у которых работают свифты, и все больше и больше наших клиентов этими банками пользуются. Окей. Ну и давайте тогда... Еще тоже одно отмечу, да, что все-таки у большого количества, как оказалось, клиентов есть зарубежные счета, и многие сами хотят вывести деньги с зарубежных счетов и оплатить с этих счетов за недвижимость, и также эту процедуру мы полностью сопровождаем для всех банков пакет документов готов. Окей. Так, давайте, значит, я сейчас покажу, Сергей, некоторые объекты, исключительно примеры, да, потому что, ну, там, стамбульские, вот просто на что обращать внимание, может быть, какие районы, какая, какие локации сейчас более интересны, менее, если скажете, я пролистаю, да, вперед и вижу здесь очень большие цифры дохода от аренды, 10%. Да, здесь это все-таки речь идет о краткосрочной аренде, да, то есть если мы рассчитываем на краткосрочную аренду, это центральная часть Стамбула, да, можем говорить в таких данных проектах о такой цифре доходности, но здесь она тут скорее все-таки до 10, то есть 10 это такая достаточно высокая действительно цифра. мне кажется, у нас был именно расчет на краткосрочную аренду. Ролокации абсолютно разные, в зависимости, опять же, от цели и задачи. Кто-то рассматривает западную часть Стамбула, кому-то больше нравится азиатская часть, в зависимости от типа сдачи. То есть кто-то рассматривает все-таки центр, да, чтобы самим там, может быть, останавливаться. Абсолютно разные проекты, действительно, в Стамбуле тут очень большое количество вариантов. Район Бамонти тоже популярный сейчас, вот эти проекты, да, которые рядом с бизнес-локациями. Кому-то больше нравятся не шанташи, да, где вся тусовка, магазины. Разные районы, Истамбул в этом плане, действительно, он огромный, многогранный город с разными предложениями на любой вкус. Не хочется действительно заострять внимание на проектах, потому что про них можно много рассказывать, у каждого свои нюансы, свои плюсы для разной целевой аудитории, и поэтому тут все-таки, наверное, актуальнее, да, что под каждого клиента мы делаем индивидуальную подборку именно того, что клиент хочет. Кто-то хочет все-таки на финальных этапах строительства или уже готовое, чтобы сразу сдавать. Кто-то рассматривает начальный этап стройки, чтобы заработать на приросте капитала. Кому-то интересно управление международным модельным оператором. Кто-то смотрит какие-то клубные проекты и наоборот не хочет рассматривать такие, условно говоря, башни. Поэтому здесь действительно предложений много, и для каждого можно подобрать оптимальный вариант. Окей, хорошо, что присоединились к нам вновь, но рада вас приветствовать. Несколько слов буквально о тех проектах, которые мы подобрали, может быть, на каком-то хотите сделать актимальный вариант, в Анталии и Валанде. Собственно, сейчас я... у нас кадров много. Вот тут даже не очень понятно, я, например, увидел 225 тысяч апартаментов в домомужном комплексе, и написано гражданство. Что имеется в виду в данном случае? Это значит, что этот проект подходит под гражданство. Но, опять же, как я говорила ранее, не все застройщики показывают полную кадастровую стоимость, поэтому мы показываем, что проект подходит под гражданство. Это главное, чтобы накупить нужное количество квартир. Ну, то есть в данном случае это минимум две, условно говоря, да? Да, все верно, да. Все верно. Мы сейчас смотрим как раз район Алтенташ. Как я ранее говорила, это абсолютно новый район. Он сейчас активно застраивается. На самом деле в Анталии, например, есть такие районы, как Лара и Канялты, повторюсь. То, что находится на побережье, уже все застроено. И этот район, преимущество его в том, что он один сейчас из немногих районов. Наверное, он в Анталии единственный, который еще остался близко к побережью и который абсолютно будет новым районом. Там все концепции комплексов будут современные по новым технологиям строительства, с использованием системы умных домов. Там будут комплексы отельной концепции, а также и просто обычные клубные, такие семейные, уютные комплексы. Цены разные. То есть, в принципе, есть проекты, которые начинаются от 120 примерно тысяч. Да, есть проекты, где старт цены от 205 тысяч. Как я ранее говорила, зависит от формата комплекса. Если это большой комплекс, большой территорий, отельной концепции, то и стоимость его будет выше. Можно ли сказать, что в вашем пакете, если мы говорим, вернее, в списке ваших предложений, если мы говорим о новостройках, то Анталия это именно от 120? Или есть что-то подешевле? Ну, в целом, в Анталии уже дешевле нету стоимости. Есть район Кипец, но он далеко находится от побережья. И район не обладает большой инфраструктурой. Но там, да, там можно, в принципе, приобрести объекты около 100 тысяч на стадии строительства обычных комплексов без инфраструктуры. На самом деле, тоже еще важно отметить, да, вот про эти районы, которые сейчас активно застраиваются, набирают популярность. Не надо пугаться, тоже очень многие говорят, там пока ничего нет. Они действительно очень активно, быстро застраиваются. И если выбирать вариант оптимальный для инвестиций, то как раз такие районы, они самые лучшие. И при этом там уже будет такая концепция всей локации, да, что не будет какой-то хаотичной постройки. Все уже строится и продумано, ну, условно говоря, с умом, с развитием, с инфраструктурой, архитектурой. И действительно, такие варианты, они очень интересные. И как мы видим, что именно такие варианты, потом новые проекты, где большая часть новых домов выбирают и под аренду. Конечно, да, все верно, Ксения. Это абсолютно так и есть, потому что все равно новые комплексы, которые современные построены, с оборудованием современным, да, архитектура современная. То есть это все совсем по-другому выглядит. И клиенты, конечно, арендовать предпочитают в таких современных новых комплексов. Еще что хорошо, например, в Анталии, те, кто хотят для инвестиций, клиенты исключительно рассматривают объекты. Мы рекомендуем, в принципе, рассмотреть в Алтенташи, потому что сегодня стоимость, как я говорила, да, там 120 примерно стоимость. Но понятно, что сейчас там ничего нет. Но инфраструктура через где-то примерно 2-3 года будет большая. Министерство Антары уже утвердило план, то есть там будут школы, торговые центры, отели. То есть это будет большой полноценный район, такой как Таниалты, Лара, современные, новые. И стоимость объекта там, конечно, вырастет значительно. Вы, Ольга, сказали про 120 в районах многих более приближенных к морю. Если мы говорим про Анталию, Кипец, да, там и 100, может быть, даже дешевле что-то там можно найти. Ксения, если мы говорим про Стамбул, вот тут минимально. То есть мы показали с вами объекты под гражданство, соответственно, плюс. Плюс, если мы смотрим нижний порог, что это такое сейчас по новостройкам, по вторичке? Смотрите, в принципе, можно найти варианты от 150-170 тысяч долларов, но это достаточно далекие локации. То есть это где-то... Далекие от чего в Стамбуле? Что-что? Далекие от чего, если мы говорим о Стамбуле. Да, как раз говорю, что это достаточно далекие от центра локации. То есть это в среднем где-то в часе езды от центра. Но при этом это тоже проекты со всей инфраструктурой. То есть для местного населения, да, для долгосрочной аренды это, в принципе, популярные места. И у нас есть клиенты, которые берут несколько таких лотов для получения паспорта. Но, естественно, это не те места, где вы бы сами, наверное, захотели жить, потому что это достаточно далеко и не так далеко от аэропорта. То есть даже от нового аэропорта это где-то минут 20-30. Они, конечно, не такого высокого качества, но при этом это достаточно нормальные, приятные объекты для местного и не очень богатого населения для долгосрочной аренды. Ольга, следующий вопрос, наверное, и к вам, хотя, может, Ксения, и к вам тоже. С точки зрения среднесрочного владения, то есть если человек владеет недвижимостью от 5 лет, допустим, с целью аренды и последующей перепродажи, какая локация вам видится более правильной, Анталия или Алания? Ну, то есть совсем крупный город или такой более туристический? Звук, 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 звук. У вас там шумно, я понимаю, вы хотите иногда выключать микрофон? Давайте, рассказывайте. Не шуметь в эфире, да. На самом деле, Алания, да, маленький курортный городок, вы правильно, Филипп, сказали, но сейчас из-за разных моментов, сейчас Алания даже вне сезона, полная жизни. Там очень многие люди, кто на постоянное место жительства переехали. То есть город, в общем, не пустует вне сезона. Поэтому аренда также там круглогодичная, так сказать. Но, конечно, сезон больше. Анталия – большой город, и, наверное, с точки зрения именно инвестиций в плане аренды, я бы выбрала Анталию в крупном городе, где можно круглый год получать доход от аренды. Ну, то есть, давайте так, переформулирую вопрос, чтобы у вас не было возможности отвертеться. Есть сумма в 150 тысяч долларов или евро, и вот вы можете вот прямо сейчас вот взять, пойти и купить. Но либо в Анталии, либо в Алании, и только 150, и, скажем, только 200, но только один объект. Вы, лично, вы, куда бы пошли? На самом деле, в Аланию тоже у нас есть проекты, где застройщики дают 5,7% гарантированной доходности управляющих компаний. То есть это тоже интересные проекты. Тут я бы рассмотрела и Аланию также тогда. Но, наверное, с бюджетом 150 все-таки лучше идти в Алании. С бюджетом 250 в Анталии. 150, да. Я думаю, что точно. Да, наверное, так, потому что за 150 все-таки для Анталии Алания будет интереснее. Окей. Давайте я еще раз покажу несколько кадров. К сожалению, не очень хорошая, Ольга, связь. А нам как раз ваш комментарий здесь был очень ценен. Если не получится, тогда, Ксения, к вам. Соответственно, вопросы. Вопросы вот по Алании, премиальные комплексы в Анталии. Показали просто показать несколько. Вот здесь уже и цена совершенно другая, да. Да, все-таки в Алании действительно мы видим, что бюджет он чуть ниже, да, что туда можно зайти в принципе с бюджетом 100-120, выбрать уже вариант новостройки в новом комплексе с бассейном, с тренажерным залом, да, который будет хорошо расположен в ликвидной локации. В Алании также есть аэропорт, в 30 минутах езды аэропорт Газипаша международный, куда есть прямые перелеты из Москвы. Да, запустили буквально, по-моему, как раз на майские праздники первые перелеты были. Да, пока летает побега, но я думаю, что туда тоже в ближайшее время запустятся и другие авиакомпании перелеты. Поэтому тоже Алания на самом деле хороший вариант, многие туда переезжают, поскольку там есть и школы международные, там все-таки пониже, да, средняя стоимость проживания, то есть поэтому достаточно комфортно и такое достаточно большое количество россиян туда переехало. И поэтому тут тоже вот с таким бюджетом все-таки, наверное, лучше заходить в Аланию. Ну и тогда, наверное, уже в самом заключении нашей программы я еще раз напомню первым зрителям, если какие-то вопросы у вас еще есть, вот сейчас самое время их задать, потому что через несколько минут наш эфир закончится. А я просто еще хотел бы обратиться, во-первых, контакты наших экспертов только что в чате вы увидели, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Давайте еще пару слов, я все-таки когда расскажу про Бодрум, у нас, да, не получается в любом случае по времени все-таки совместить, чтобы про все поговорить, но пару слов тоже расскажем про Бодрум. Что Бодрум многие выбирают те, кто не очень любит Турцию, а больше все-таки любит Европу. И хотел бы что-то ближе к таким европейским локациям. Здесь мы всегда советуем клиентам Бодрум, здесь очень высокий спрос на краткосрочную аренду, да, здесь все-таки еще есть сезонность, то есть с мая по сентябрь это основной сезон для Бодрума. И Бодрум у нас выбирают те, кто или сам хочет проводить время, да, в своей недвижимости, или для тех, кто сдает в краткосрочную аренду. По доходности от сдачи в краткосрочную аренду средние цифры, это где-то около 6%, но при этом это все-таки уже такой более европейский курорт, да, и также интересный рынок недвижимости, много здесь проектов строится, есть прямые перелеты, и тоже про эту локацию, да, хотелось бы про нее рассказать. Ну, смотрите, я просто могу ошибаться, да, хотите, я тут даже не ошибусь, по-моему, именно Мугла, ну, то есть район Мугла, в который, собственно, Бодрум уходит, он, по данным, наконец, 22-го, начало 23-го года, это самый дорогой, то есть он дороже и Стамбула, и Алантия, и Анталия. Как раз вот Браит и хотел сказать, но средний вход в Бодрум это где-то около 500 тысяч, 500 тысяч, что есть предложения с бюджетом ниже, но они очень далеко находятся, и это все-таки не самые интересные инвестиционные варианты, то есть средний чек в Бодруме, да, он выше, чем в Стамбуле. То есть получается, что Бодрум это по большому счету, ну, как вы сказали, самая не турецкая Турция. Да, это самая такая европейская часть, есть еще такие локации, как Измир, Чешме, но они все-таки пока еще менее популярны, но при этом это еще ближе к Европе. Ну да, окей, ну и давайте тогда в заключении уже просто несколько слов о том, мы поговорили про процесс, про процедуру, несколько слов о вас о том, как с вами связаться, как правильно начать работу, если ты находишься в Турции, если ты находишься уже в России, и, собственно, контакты мы высветили. Вот, и как раз два вопроса, ну, давайте сначала про это, а потом вопросы вот от Светланы и Екатерины поступили, мы обязательно сейчас на них тоже ответим. Да, по формату работы. У нас есть офис в Москве, есть у нас сотрудники во всех крупных локациях Турции, в любом случае русскоговорящие специалисты всегда сопроводят, покажут объект. Мы проводим консультацию в офисе, в Зуме, мы достаточно часто ездим в регионы России, проводим также там мероприятия и будем рады встретиться с вами в любой удобной локации. У нас есть наши юристы, которые полностью проводят проверку объекта недвижимости, сопровождают всю процедуру получения вида на жительство гражданства. При необходимости мы также помогаем с открытием счета, то есть все в комплексе, мы все эти услуги оказываем. Постпродажное обслуживание через нашу управляющую компанию, через управляющую компанию застройщика мы также сопровождаем. То есть как такая служба одного окна, здесь, да, мы это все помогаем. Ну и пару завершающих тогда вопросов. Есть ли в Бодруме объекты с достойным кадастром? Ну, то есть тот же самый вопрос, который мы касались и Стамбула, и Анталии. В Бодруме все-таки по кадастру он больше похож на курортные локации, на Анталию и Аланию. Сто процентного кадастра практически нет, то есть средний это где-то 50-60 процентов. Окей. Ну и вопрос... С учетом того, что все-таки средний чек в Бодруме он выше, в итоге оказывается, что большинство объектов они подходят под гражданство. Окей. И мы не касались темы землетрясения, отчасти может быть даже это хорошо, потому что... Все-таки время лечит, да, и, понятно, Турция по-прежнему переживает, еще долго будет переживать эти последствия, и, собственно, результаты выборов, возможно, в зависимости от этого как-то будут меняться. Но, тем не менее, история, связанная с сейсмикой, по щелчку пальцев вряд ли там начали принципиально по-другому строить или что-то еще. Вот людей, которых это беспокоит. Как им делать, что им проверять? У достаточно многих объектов есть сертификат о сейсмоустойчивости. То есть, особенно, если мы говорим про Стамбул, поскольку он более подвержен землетрясениям, чем Аланье и Анталия. Обязательно мы тоже предоставляем клиентам этот сертификат, но и, да, действительно, что если все-таки говорить о тех локациях, которые менее подвержены землетрясению, то Анталия и Аланье – это как раз те места. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, больше часа пообщались. Я еще раз попрошу все-таки контакты опубликовать, чтобы кто бы там хотел в последний момент или позже к нам подключился, мог бы их увидеть. Я думаю, что, ну, опять же, на все вопросы мы ответить не смогли, но на те, что ответили и славно, через некоторое время, как я уже сказал, и запись нашего вебинара будет опубликована в YouTube-канале «Приана». И обязательно мы опубликуем статью с Ольгой и с Ксенией по итогам. Она будет чуть шире, чем то, о чем мы поговорили здесь, просто по понятным причинам формат наш видео, он всегда временно ограничен. Итак, Ольга Андреева, специалист компании «Раша Сотбис Интернешнл Риэлти», Ксения Сорокина, руководитель департамента Турции «Раша Сотбис Интернешнл Риэлти». Принимайте участие дальше в наших вебинарах, следите за ними. Будем говорить в этом году, в этом году, даже в этом месяце будем говорить и о Таиланде, еще о Турции поговорим. Ну а сейчас спасибо вам большое, Ксения, Ольга. Да, всем большое спасибо, большое спасибо за вопросы. Надеемся, что максимально подробно рассказали вам про ситуацию, про рынок недвижимости Турции. Ну что ж, с одной стороны ждем выборов, с другой стороны недвижимости… Спасибо большое за прекрасный эфир. Спасибо. С одной стороны выборы, с другой стороны недвижимости выборы, они всегда живут в параллельных мирах. Всем мира, всем безопасности. Берегите себя и своих близких. И спасибо нашим экспертам. Ксения, Ольга, до свидания. Большое спасибо. Хорошего дня. До свидания.